18 июня в ходе саммита стран Восточного партнерства в формате видеоконференции произошла перепалка между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиненом. В своем выступлении Алиев раскритиковал политику власти Армении, обвинив Ереван в оккупации азербайджанских земель и отказе от мирного урегулирования конфликта. Армения продолжает оккупацию 20% признанной на международном уровне территории Азербайджана. Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана уже около 30 лет находятся под армянской оккупацией. В результате проводимой Армении политики этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Четыре резолюции Совета безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана, заявил Алиев. Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, пытающийся свести на нет суть и формат переговоров, Нагорный Карабах – это не Армения, Нагорный Карабах – это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, почешнул Алиев. На это Никол Пашинян бросил реплику о том, что Азербайджан проводил на своей территории расовую политику против армян. Убивший топором спящего армянина гражданин Азербайджана, приговоренный судом государства-члена Евросоюза к пожизненному заключению после экстрадиции из этой страны, был помилован господином Алиевым. Этот человек воспринимается всеми в Азербайджане как герой. Армяне Нагорного Карабаха обладают правом самообороны для того, чтобы не быть убитыми топором. Прошу прощения, но считаю, что платформа Восточного партнерства не для подстрекания к насилию. Здесь необходимо поощрять партнерство. «Я призываю президента Азербайджана вернуться в предложенное мною конструктивное русло и конструктивной формуле, согласно которой урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана», — сказал Пашинян. Затем слово вновь взял Ильхам Алиев, сказав, «То, о чем я сказал в своем выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всем мире. Человек по фамилии Карабетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Адли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю свое выступление», — отметил Алиев.